Мозор, всё потому что я кушаю гречу. Ты вообще в дискорде, Мозор? Так, мы силки в хп скидываем, 150 сил пол. Пиздата быть тут фуриком наверно, у него из-за двух пушек как раз таки там. Столько же хватит. Чего? Ну фурикой из-за двух пупочек. Какая разница сколько у тебя хп, если тебе всего на 150 сухов надо ебанать. Шанс тоже, что я сдохнешь. Цепа ты давала скричуху по блюсикам, да ладно. МД стреки, Еленя сейчас. Елемов ещё ап. Манекен двадцатку дают. Без бафов. Некоторые говорили 23 без бафов дают. Это легально? Легально. Если ты не можешь только давать, а ты просто завидаешь. Хорошо дамажить. Ну ты всегда дамагируешь, да? Блядь, на всех. Я помню локов, но я всегда дамагирую. Что в Т4? Блядь. А в Т4 они вообще были ебанутыми. Они на общем фоне так сильно вырывали. Я тебе тоже не пасюб, а в Т4. Какое? В Т5. 150 у силов, КП до 9. Да. Уже больше отлично отдаешь, 7000. Да. Продолжение следует... 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 собрать до собрать и обязательно джокер бил делает что мазару не хватает делать ничего страшного моза давай бицыш не усамонен все на позиционку становимся сразу что на малом кто на дальнем круге велики посередине вы это лег скажите заранее там по своим прошимка смотрите когда забрать мне скажите если понадобится скажу если не надо так первый забираешь ты драку становишься вот сюда примерно пуляешь босс разворачиваешь его в ту сторону когда идет каст большой немножко вперед перебежал вас на месте остается крутиться потом к тебе при ну тебе обратно он прилетит можно грозит не так что можно не попал короче говорят поэтому между руками вообще его сумму нити надо надо что можно вставить сумму нить все остальные тупо дают dps под глаз чем больше чем лучше всем дтс до лучших темам запихать плюс обязательным контроль мазер готов все готовы все готовы поехали я нажал что подтвердил под каста адресик перебираем берет вот так и должно быть посмотрите в лужах не стоит вы в луже стоит кто-то в луже стоит и что-то строить ты дебаф на семью видишь и погибаешь нас перебежали на балбас уважаемые шторы пока тут просто отец не дисплейте проклятие их дисплей так что только один человек лучше доволю стук скушен счет как постоять сапроками блять аж спек сменил сейчас ссылки скинулись перебежали бегите заранее пожалуйста товар за 2 секунды до окончания коста блять стаки спадут с тебя заберешь совсем не видуешь поднимешь джокера добрал пришли и бежали моба контролем оба по дальним блять и не ближе одного стопорницы отводи тебя отведи господи еще два пускай доходят два стопорницы и стал хима пожаловка в целом дисплее и бежали бежал бежал на наш субботу к забираю босс и бежали контроль прости, не смотри на байкера где? все нормально, пускай заходят перебежали докер, раны, бежи милики, вы не поняли до сих пор сейчас после утра я объясню за 2 секунды до окончания каста контроль тут стайки спадут, заберешь босс перебежали езжать езжать води 2 могут доходить пусть идут пусть идут бежат 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 я до вас так оставил бежат 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 цата и пах бежат все Аху нет мобов. А забрал. Да, вот сюда жир. Раз. Не бежать. Моба. Замедление дали. По ближним двум бан. Все. Нахуя ты заморозила? Что это хуя орудь? Вам обошло. Холодея. То, что заморозил, все 400. Ну, они двигаться не будут, да? Понять. Что вы, церковь, хотела снять? 15, так. Берсирка, здорово. Много. Сколько? 19. 20 лямов. То есть надо в теории 16 где-то снести, да? Да. Это пи-пи-пи-ет. Один локс, пола, сдох и все. Ну да, минус один гамагер. Так, короче, тут понятно. Кло там, последние строчки по ДПСу. Чего что-то должно быть. Ну, так, значит, этот сдох чёрный. Потом Медведо Ёж почему-то не пойму. 5000 ДПСа. Джокер 9, пока тут 8. Розелина, зачётный по десятке. Зачётный по десятке. Чёпку. Бук. Бук. Бля. Сейчас я скажу. Лёх, да, наводь до ассиста. Сейчас мне должно всё нанести. Лёх, да, ассиста, кстати, тоже. Есть ассиста. Да, ладно. Но после Медведо Ёж идёт Джокер и Покатут. Покатут, понятно. Покатут будет сама одна надо в любом случае. Покатут 8.600. Вот смотрите, все тут, вот когда, ну, вы рассказываете тактику, да, некоторые нюансы упускаете, и получается, что люди недопонимают некоторые вещи. Вот, допустим, про Проклятие они сказали. Босс вешает раз в минуту Проклятие. Проклятие... Вместо Черн Тролля Никита зайдёт. Проклятие диспеллит только один человек в рейде. Это Луцинь. Почему он диспеллит? Потому что, когда диспеллишь Проклятие, ты забираешь с того, с кого диспеллил стак на себя, оно до десяти стакается. Один стак, там, минус 75% скорости костов твоих, и минус 75% от хила. Вот, и диспеллит только танк, мишка. Потому что, ну, он выживает, блять, ему не надо ничего кастовать. Он просто жир бегает. Если это будут делать совы или шаманы хилы, то они, во-первых, не будут кастовать, нихуя не захилят, сдохнут, и минус ДПС будет. Надеюсь, это понятно. Следующее. По этим, по касту, который длится пять секунд у босса, босс крутится в этот момент. Каст называется падение пламени. Каста он два дает, прежде чем оба вылупятся. В каждом касте кидает пять перьев, случайных пять игроков на платформе. Как это происходит? Происходит начало каста. Пять секунд каст длится. В самом конце каста выпускаются из босса перья. Они летят 0,1-0,2 секунды. Очень быстро летят. Чем ближе вы к боссу стоите, тем быстрее перо долетит. Если стоите далеко, на другой стороне комнаты, то лететь будет секунду там, может больше. Вот, то есть от рейнджа, как вы от босса стоите, зависит то, как быстро у вас перо прилетит. Перо прилетит туда, где вы стояли на момент, когда закончился каст. Если вы в этот момент будете находиться в движении, то есть бежать, то вы вообще не получите никакого урона. В луже стоять нельзя, потому что в луже каждую секунду вешается дебаф, который увеличивает огненный урон по вам на 20%. Этот дебаф критичен. Один стак не критичен, а два, четыре стака, как Чернотоль ставил, это вайп, ну то есть человек умирает. Показываю, как нужно выносить перо. На таймере, который я сейчас включу, по слову атака, каст закончится. Вот, смотрите, я стою в звезд, сейчас на себя еще мерыгла. Инст переполнен. На какой букве 2 секунды ты можешь поставить? Смотри еще раз, да не буква. На конце каста ты босса запомни цель и смотришь каст закончился и делаешь, как я покажу сейчас. Вот, смотри. Я так вижу его каст, понимаешь, что я его и так вижу. Я еще раз тебе говорю, когда закончился каст, ты должен находиться в движении. Понял, в самом конце каста ты бежишь. Вот примерно, смотри, вот в звезде вы сейчас стоите, милики, в кружке стоит танк. Когда они переведут босса, то милики будут стоять в кружке, а танки дальше там уже, за кружком. Каст закончился, ты вот так вот бежишь просто. И лужа оказывается звездочки, а ты уже стоишь в кружке. И тут чисто, тут не должно быть луж. Никто не должен прибежать сюда и стоять, типа, где танки стоят. Лужу наливать в танков. А РДД по большому кругу бегут параллельно или чуть-чуть отставая? Бегут параллельно, чтобы бить босса, все соответственно. Ну как ты будешь, надо же бить. РДД можно вам по кому-то одному ориентироваться, вообще ези должно быть. Самое главное, что под конец каста вы должны находиться в движении. Там радиус лужи 6 метров. Визуально он чуть больше. То есть по самому краю лужи уже, когда вы вот прыжок один делаете, это уже все выпрыгнули, считается. Он не растет как оскорнение. Просто прыжок один в момент, когда перелетят в воздухе и все, и вы не попадете в лужу, ни дамаг не получите. Ни дамаг больше. Это то, что мы и так знали. Я тебе серьезно говорю. Ну я не знал, он мне помогал. Но ну вот ты не знал, а некоторые люди не знали. Я точно знаю, что некоторые не знали. Я хотел, чтобы на какую букву, чтобы мне не более времени сориентироваться проще было. Блядь вот идет каста! Беги, это две с половиной секунды. Середини каста. Теперь не. Вот, понятно понимаешь? Середина каста – это две с половиной секунды. Он кастует 5 секунд. Середина – это две с половиной секунды. А чего у тебя таймер не стоит? Что они показывают только? Нет, время они стоят почему-то. Этот. Дальше, следующий нюанс. Сейчас, скорее всего, перейдем на вторую фазу. По второй фазе. По танкам. Драгонсон занимаешь первую платформу слева. Первую платформу слева. Танчишь, первую платформу слева. Пришел. Дал таун. И, блять, танчишь. Бьешь, блять, танчишь. Дальше. Воид. Луцинь занимаешь вторую платформу слева. Дальше. Вторую платформу слева. Первую платформу справа. Здесь наверх надо будет бежать? Да. Ага, все. Дальше. Первую платформу справа занимаю я. Вторую занимает Воид. Все милики, РДД, хилы, за исключением некоторых, поднимаются на правую сторону. То есть, ваша будет, грубо говоря, четвертая платформа. Вот так смотреть туда и считать по часовой стрелке. Ваша будет четвертая платформа. Все начинаете ее бить. Все стоите в одной метке. Все стоите в одной метке. Когда анонсится каст, перебегаете правее. Просто перебегаете правее. Милики отбегают от босса в РДД зону, когда анонсится каст. И потом обратно возвращаются к боссу. Дальше. Следующий нюанс. Просто бьем босса, даем Еру, бьем мелкого. Когда сносим мелкого, когда сносим мелкого, бежим ко второму. Но опять же, на этом мелком будет каст. Крик Феникс. При этом костя, если Феникс будет сфером, надо отворачивать. Чтобы вам не дал эффект. Про дебафы скажите, потому что с танка надо будет снять дебафы. Про дебафы смотрите. Просто отец, Дэнчик и Мосса вы забегаете на левую сторону. То есть вы там. Отдельно с двумя танками. У вас луцинь. У вас луцинь. И...